Некий британский энтузиаст Саймон Уайдлок построил двигатель на 48 цилиндров с суммарным объемом 4200 кубических сантиметров и попал в книгу рекордов Гиннеса. Что такое 48 цилиндров? Это 6 рядных восьмерок, собранных в один двигатель. Чтобы завести это безумие, требуется отдельный двигатель объемом 125 кубических сантиметров. Полтинник его просто не проворачивает. О том, как эта штука строилась и как работает, только на канале Мотовики. Саймон Уайдлок строил эксклюзивные мотоциклы еще задолго до своего главного проекта. Все началось в середине 80-х с популярных среди кастомайзеров и доступных в то время трехцилиндровых двухтакников Кавасаки, внешний вид которых очень приходился по вкусу и самому Саймону. В 87-м он построил рядную четверку на их основе, после чего последовали проекты с рядными семерками и тройными тройками, как их называет сам Уайдлок. В таких тройках было уже целых 9 цилиндров. А еще была реплика оригинального Кавасаки H2R. Так постепенно он пришел к проекту монструозного 48-цилиндрового мотоцикла. Мотоцикл получил название Тинкер Той в честь тяжелого бомбардировщика времен Второй мировой войны Boeing B-17. Таким летающим крепостям обычно давали имена, и у B-17 было имя Тинкер Той. Как говорит сам Уайдлок, мотоцикл не создан ради скорости, не ради мощности. Он построен лишь с одной целью – попасть в книгу рекордов Гиннеса. Суммарный объем такого гиганта получился впечатляюще 4200 кубических сантиметров. По предположениям Саймона, его мотоцикл способен развить около 200 км в час максимальной скорости. Volkswagen, кажется, имеет склонность к экзотическим конфигурациям двигателей в своих элитных автомобилях. Но это лучше любого двигателя ВАГ. Цилиндры для проекта были позаимствованы у Kawasaki KH-250, который являлся самым массовым из легендарных Трайплов. Так что проблем с запчастями и их стоимостью возникнуть не должно. 18 апреля 1999 года я впервые запустил, так скажем, первую часть двигателя – 8-цилиндровый рядник. Каждый мой новый двигатель бывало сложно завести, и, конечно же, когда я их строил, то никогда не знал, как тот или иной себя поведет. Их! Нужно было всего лишь немного перекрыть воздух, и двигатель заработал на полную. Концепция 8-цилиндров доказала, что работает исправно, и мы могли приступить к сборке остальных 5 частей. В ходе постройки у Саймона накопилась целая коллекция из двигателей KH-250, которые он покупал по всей Великобритании. Эти двигатели лишались коробки передач, шлифовались и сваривались вместе. Вся выхлопная система двигателя выполнена вручную. Это невероятная схема 24 в 1, где трубы из нержавеющей стали соединяются с пустыми 4-тактными глушителями. Как только базовый 8-цилиндровый двигатель собран, и на нем уже установлен самодельный выхлопной коллектор, следующим этапом становится впуск двигателя. Он собирался из обычных медных сантехнических труб и закреплялся путем переделки стандартных деталей двигателя KH-250. И так 6 раз. Ювелирная работа. Затем была сборка всех 6 частей в одну, замеры готового двигателя, чтобы сделать для него подходящую раму, и дружба всего этого с коробкой передач от BMW. Двигатель, к слову, получился 750 мм в высоту и 600 в ширину. Собрав все это в единую конструкцию, при помощи деревянного макета был спроектирован и создан шестеренчатый механизм, связывающий 6 двигателей и передающий мощность на КПП. После того, как практически все основные узлы были собраны, следующим этапом было зажигание, состоявшее из 6 трамблеров Jaguar E-Type и установка 6 карбюраторов Mikuni. Рукоять газа была позаимствована у старшей 500-кубовой модели, так как было намного прочнее. Позднее она будет выточена из цельного куска алюминия. Сентябрь 2002-го. Тестовые запуски для проверки вспомогательного двигателя. В качестве стартера в раму пока установлен моторчик от Honda Melody, который в итоге не смог нормально прокрутить 48 цилиндров, чтобы банально закачать достаточно топлива и воздуха через большие карбюраторы. Позднее с этим справился движок от Honda Lead. Но в итоге на мотоцикл был установлен 125-кубовый двухтакник от итальянского Piaggio. Да, по факту мотоцикл даже 49-цилиндровый. Так как на самом мотоцикле просто не оставалось места для основного топливного бака, Саймон придумал очень необычное решение. Между 8-цилиндровыми двигателями в развале цилиндров, если можно так выразиться, оставалось пустое пространство, куда он поместил самодельный бак из водопроводной трубы и с нержавеющей стали. Фальш-бак же, сделанный из двух от KH-250, прикрывает систему зажигания, тросик газа, ведущий к шести карбюраторам, а также небольшой топливный бак, необходимый дополнительному двигателю, выполняющему роль стартера. Там же имеется небольшое водяное охлаждение, призванное отводить тепло в результате повторных запусков на выставках. Вся проводка и электроника также сделаны вручную Саймоном. На мотоцикле установлен небольшой автомобильный генератор от Ford Mondeo и топливный насос, обеспечивающий необходимое давление топлива. Коробку, как уже было сказано, WhiteLock использовал от мотоцикла BMW со стандартными, хоть и немного измененными, органами управления, подножками и карданным валом. Передняя подвеска, тормоза и колеса взяты у Honda Goldwing. Правда, чтобы выдержать немалый вес в 600 кг, вилку снабдили пружинами, а колеса были доработаны шотландскими умельцами с цивью повышения прочности. В целом, почти вся передняя часть от Goldwing, за исключением приборов. Они все от того же KH-250. Задние амортизаторы пришли от Harley Davidson. Под довольно обычным сидением, сделанным из листового металла, скрывается аккумулятор и тот самый маленький двухтактный 125-кубовый двигатель-стартер от итальянского скутера. Хвостовая часть также от KH-250, немного расширена, чтобы соответствовать раме мотоцикла. Заводится это чудо на двух колесах довольно интересно. Повернув ключ зажигания, вам сначала нужно включить тумблером зажигания для маленького двигателя и запустить его красной кнопкой. Затем, когда запустится основной двигатель, нужно выключить тумблер. Самое приятное, что в работе этот монстр очень плавный. Ведь, как известно, чем больше цилиндров, тем плавнее работа. Но нужно быть предельно осторожным с этой штукой, ведь если она упадет вам на ногу, то, вероятнее всего, вы ее потеряете. 600 килограмм как-никак. Я запускал его множество раз, но никогда не ездил на нем, поскольку это довольно сложно. Но прежде чем привезти его сюда, в музей, в его финальное пристанище, я все-таки совершил на нем одну поездку. Если кто-нибудь захочет сделать мне серьезное предложение, сам я не хочу выставлять его на продажу, деньги здесь не главное, то, если будет предложено полмиллиона фунтов, мы смогли бы договориться. Только же не мои не говорите. В обычной жизни Саймон курирует строительство торговых центров, а инженерный склад ума позволяет в свободное время выпускать порт таким необычным и удивительным способом. Вы, должно быть, помните то старое видео с этим мотоциклом, смотря которое трудно было поверить в его реальность. То видео долгое время держало статус самого просматриваемого видео на YouTube с участием мотоцикла. Сейчас, к слову, у этого ролика 20 миллионов просмотров. Теперь вы знаете историю мотоцикла, пошедшего в книгу рекордов Гиннеса, как транспортное средство с наибольшим количеством цилиндров в двигателе. У меня к вам лишь одна просьба. Давайте наберем хотя бы 5% от общего количества просмотров на том старом ролике с 48-цилиндровым Кавасаки.